Добрый вечер, дорогие друзья! Прямо так? Конечно же, мы всегда так делаем С нами сегодня Костя Рост, он пытается быть голосом разума Джентльмены, да, приветствую вас Привет, Костя, посмотрим Джентльмены, хотя это далеко не так Да, друзья, если у вас есть какие-то вопросы про автомобили Задавайте по номеру 8-909-955-103-0 Но сегодня вместе с нами на них отвечает руководитель службы технической поддержки Компания Аллея Групп Алексей Исаченков И сегодня мы про смазочные материалы По большей части про смазочные материалы, как любит один наш общий друг, про лубриканты Вон он пошел за стеклом, передаю ему привет, да Добрый вечер Да, про лубриканты Подхватил, да? Да, давайте начнем Давай Про лубриканты в разрезе актуальной ситуации на автомобильном рынке Да, мы сегодня про лубриканты, если вдруг кто-то не заметил Повтори еще несколько раз Я просто... Ну тогда уже хочется вспомнить знаменитую шутку инженеров-трибологов Что трение бывает, если брать англоязычные термины, полезным, вредным и чертовски приятно Ух, а... Трибологи вообще звучит, как какое-то медицинское что-то, вам не кажется? Да, хочется перчатки надеться Подожди, трибологи, это где-то выше пояса или ниже, ну где это болит? Это там, где лубриканты Да, Леш, они могут шутить долго, а у нас-то тема серьезная Расскажи, как в принципе поживает рынок смазочных материалов? Да, подожди, не рынок смазочных материалов Смотрите, давайте про авторынок У нас в первом квартале 23-го года более 70% новых легковых автомобилей Это автомобили китайского производства Я заметил, да Серьезно? Да Я даже купил Ты капитан наблюдательность, давай так И один даже прикупил А что, точнее, как это отражается на смазочных материалах? То есть есть какие-то особенности в работе вашей конкретно с появлением этих тачек? Ну, куда деваться? Конечно, то, что рынок смещается в сторону Китая Соответственно, смещаются и требования в сторону Китая Дело в том, что китайский автопром, он по-своему разнообразен Кто-то берет пример с Европы Кто-то даже выкупает Европу целиком с потрохами и с платформами Вот Вольво теперь принадлежит китайцам Вот Полностью и безвозвратно уже, я думаю Поэтому куда от этого деваться? Кто-то ориентируется больше на азиатских производителей Не знаю, корнями пытаются уйти в конструкторскую школу Mitsubishi Toyota Но у каждого, как говорится, китайского производителя своя кухня Поэтому несколько разные, несколько бывают разношерстные и требования Но в общем и целом, если говорить именно такие бренды, которые собственные китайские, несовместные с Европой То в большинстве своем все-таки нацеленность идет на азиатский рынок и на азиатские требования к смазочным материалам Можно ли просто в китайские автомобили заливать? Вопрос знаешь у меня какой? Давай Понимая и зная специфику работы китайских брендов У меня иногда нет ощущения, что они сами понимают, что им надо Мне иногда кажется, что откроешь букварь руководства пользователя китайскому автомобилю А там может быть написано что-то вроде, ну как обычно, спецификация вашего масла такая-то Там может быть написано Переведенная Google переводчиком Да, слушайте, ну примерно такая и синяя луна в шестом цикле Или у них все-таки есть понимание, какие смазочные материалы нужны их двигателям? Ну, чаще всего понимание есть Тут, слава богу, нормально Тут Translate Server Error ни разу в инструкциях не попадалось в качестве спецификации масла Но все-таки вот если взять всю массу китайских машин Наверное, больше половины они нацелены сейчас на типично азиатские требования Это Илсак, ну либо это АПИ То есть вообще крупная международная спецификация, основанная на американской, то есть без изысков Кто-то, у кого есть те или иные, скажем так, источники технологий в Европе Могут ориентироваться там кто-то на вольвовские допуска, как Джили Кто-то уходит в сторону технологий Volkswagen Audi Group Кто-то в сторону Stellantis У каждого свое Но в массе вот все-таки это больше типичные азиатские нормы Почти понятно, но на самом деле ничего не понятно, будем разбираться дальше Мы только начали в это погружаться После музыки, да? Да Пляшем и вернемся Да Вечерний заезд Добрый вечер, дорогие друзья И мы продолжаем вместе с вами разбираться с моторными маслами Rainwell И отвечает на ваши вопросы Алексей Исаченков, руководитель службы техподдержки компании Alley Group Леш, смотри, мы в последнее время с Димой тут внимательно наблюдали за лубрикантами И обратили внимание, что фирменные... Ну, каждый за своими, это важно Мы не вместе, а за одними общими, да Мы обратили внимание на то, что фирменные масла, к которым мы привыкли Да, там, европейских брендов, азиатских брендов, не важно каких Они ушли вместе с этими самыми брендами Мы, на самом деле, не то, чтобы к ним привыкли Но нас, нам грело душу, это некая семействность, да? У тебя есть какой-то автомобиль И ты вроде бы как стараешься использовать в нем, вот, собственно, масло Оно меня грело С такой же маркировкой, да, поэтому... С таким же логотипом на баночке Да, да, все так, заулыбались мы сразу Сейчас, собственно, вот такие фирменные масла, они покинули наш рынок И как быть, как быть тем, у кого остались автомобили с красивыми логотипами Как быть тем, кто недавно купил себе что-то китайское с не менее нарядными логотипами А у китайцев же, по сути, нет фирменных масел Но при этом мы знаем, что у них все запасные части оригинальные Но подожди, да, все оригинальные запасные части, на самом деле, не только у китайцев Да, я бы вот как раз хотел разъяснить вот этот момент, да, что те баночки с теми нам приятными нам с Гарри, например, логотипами Они тоже, ну, так себе оригинальные, да, то есть не производились они непосредственно Если уж непосредственно говорить, то мне на сегодняшний момент неизвестен ни один автопроизводитель У кого бы был собственный нефтеперегонный или хотя бы блендинговый завод по производству масел Может быть, хотя бы свечной заводик? Нет, вот, к сожалению, слишком уж и разные Не, ну почему? Свечные заводики у Тойоты там вроде какие-то акции Denso Corporation были Хорошо, хорошо, выкрутился Так что по свечным не знаю, а вот по масляным получается ситуация такая, что по факту это все аутсорс То есть, грубо говоря, как моторные масла под какую-то линейку гипермаркетов каждый день, да, Ашановскую, то же самое И моторные масла, не знаю, Volkswagen Audi Group Это какой-то сторонний поставщик В России, допустим, для Volkswagen Audi делал всегда лукоил, да, энное количество времени последнего Если брать Европу, там центральный хребтовый поставщик был Shell Вот, сейчас, скажем так, у одного права отозвали, второй громко хлопнув дверью ушел, перепродав завод Поэтому возникает... Тому самому лукоилу, кстати Да, но давайте не будем Но вопрос в том, что сейчас, как таковой рынок оригинала, это либо ввезенный третьими путями из третьих стран по параллельному импорту И достаточно опасливая вещь, ну, либо энное количество ситуаций, это реальный контрафакт Либо масло подсолнечника нерафинированное, да? Вот это все И вопрос, как жить-то Нет, то, что ты рассказал, что много контрафакта, понятно Нет, классно же, во-первых, что сейчас многие люди поняли для себя, что не надо шизить на тему вот этих оригинальных масел И вполне можно пойти и покупать подходящие тебе по спецификации, например, собственно, Rainwell, ребят, да? Вот о чем речь, что вполне можно отходить уже от привычного, что мы берем только канистру с таким логотипом, как у нас на облицовке радиатора машины Другие типы нельзя Ну, во-первых, эта жесткая установка ушла вместе с официальными представительствами по европейским, корейским и японским брендам И туда им дорога Вот А по китайцам у них как-то с такими баночками пока что еще не очень развитая индустрия Они большей частью, открываешь книжку, там написаны просто международные спецификации, никто не пишет специальное масло нашего бренда То есть налейте какого-нибудь масла, пожалуйста Вот вам требования к маслу, обычные международные спецификации, все, любой производитель Но учитывая, что у китайских автомобилей не такой большой разбег по движкам, да, то есть это не очень большие турбированные моторы в основном, да, там от полутора до двух, грубо говоря И все, там ничего больше нет Да, не, ну бывает экзотика Нет, 2,4 бывает Вот бывает экзотика, но, но, насколько у них разнятся спецификации по маслу, так, плюс-минус Или это там, вот можно сказать, что у всех китайцев вот либо то, либо это Ну, настолько общий не получается, потому что попадаются особо одаренные типа джели, которые живут на вольвовской платформе В основном, как я уже и сказал, где-то процентов 70 китайских машин это что-нибудь типа 5.30, Илсак GF5, Илсак GF6 Да, хорошо, спасибо Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте 8-909-955-103-0, либо набирайте в прямой эфир 223-55-50 Подпаску 495, естественно, танцы, вернемся Добрый вечер, дорогие друзья, вечерний заезд, и мы продолжаем разбираться со смазочными материалами Рейнвелл И у нас есть вопрос от нашего постоянного слушателя Виктора, и он задает каверзный вопрос Он говорит, что друзья-профи мне советуют регулярно лазить под капот Но профи-профи, чтобы было понятно в кавычках Да, но хотя, вот, дочитав сообщение Ты понимаешь, что его друзья-профи? Давай так, давай, тут каждый может себя проверить Нужны кавычки в слове профи или нет Так вот, мои друзья регулярно советуют лазить под капот и проверять уровень масла в двигателе Я же отвечаю, когда будет минимум необходимого, значок на приборке меня оповестит Сообщит, что двигатель уже мертв, парируют они Неужели все так и есть? Ну, с учетом того, что автомобиль не самый ультрасовременный Без навороченной самодиагностики У него, если мне не изменяет память, датчик по уровню масла только уже критический То есть датчик давления масла, когда его не стало Нет, там еще есть датчик уровня, но самый-самый первого поколения Который еще может и подвиснуть ради прикола Вот, то есть может сложиться ситуация, о которой говорят товарищи Те самые профи Да, что когда загорится лампочка давления масла Вместо лампочки уровня и возникнет вопрос, а что теперь с этим делать? Вот Хорошо, самая распространенная история, да, это такой же примерно холиварчик, как шипы-не шипы Вот это все Проверять масло там, в какой период проверять? Холодно-холодно или на теплое? Расскажи Ну, ты странный вопрос задаешь, ну давай, Леша, рассказывай ты Ну, здесь проблем-то никаких Масло всегда нужно, в первую очередь, чтобы автомобиль стоял горизонтально И нужно обеспечить, чтобы максимум масла успел стечь в поддон То есть это, в принципе, на уже практически остывшем двигателе То есть это утром перед выездом, на холодную В идеале, да А почему? Странный вопрос, Гарри, ну-ка давай Ну, во-первых, потому что на холодную Ну, все очевидно, абсолютно Тебе, Скорик, очевидно тебе Вопрос, как часто? Тут уже такой, философский Хорошо, да, вопрос уже философский Как понять, да, нужно мне это или нет? Или вот, например, ни в каком современном автомобиле проверять не нужно? Большая часть даже самых современных машин остались еще пока что со щупами Вот, старая конструкторская школа А уж Лады без этого никуда Ну вот, а это большая часть нашего современного рынка легковых автомобилей Можно без них Ладно, можно проще проверять Отъехал пятый Поэтому, ну, зачем же так сразу? Вот, не настолько все плохо Слушайте, не знаю, вот у меня простая практика Вот если это какой-то незнакомый для меня автомобиль Который я там, не знаю, недавно купил или что-то Я проверяю где-то раз в тысячу километров И просто слежу за динамикой И дальше уже ты понимаешь То есть там ты тысячу проехал, две тысячи проехал, три тысячи проехал Если ничего не меняется, ну окей, знаешь, можно там Ну, с учетом современного двигателя строения даже европейского Когда в некоторых европейских легковушках масляный аппетит больше литра на тысячу Но там, как правило, уже есть тот самый электронный счет Я сейчас Гарри купил себе одну такую штуку У них бывает Там бывает как раз аппетит больше литра на тысячу Я бы по первости в незнакомой машине раз в километрах в 200 бы проверял А потом уже, да, можно удлинять, если аппетита нет Вот, или наоборот сокращать интервал между замерами, если аппетит есть Леш, и самый главный вопрос Мы выяснили, что на рынке практически не осталось оригинальных масел И вопрос к тебе, как руководителя службы технической поддержки Есть ли у Рейнвелла масла, которые подойдут Ну, которые способны заменить оригинальные Да По техническим спецификациям Да, никаких проблем Дело в том, что если взять историю этих масел То все они построены еще до, скажем так, нашей ссоры с Европой То есть это в большей части рецептуры, согласованные с Германией Как следствие, это те же рецептуры, на которые в то время можно было получить допуски Хорошо, то есть с немецкими автомобилями понятно Ваше масло подойдет с европейскими С одной лишь маленькой поправочкой, мы с ними не ссорились Это они с нами Так, на секундочку Не будем уточнять, кто с кем, но сам смысл С европейскими брендами понятно, ваши масла подойдут Без проблем С азиатскими брендами Тоже никаких проблем Дело в том, что азиатские бренды в массе своей Это международные спецификации Имея рецептуры, созданные по международным спецификациям Как минимум и уже в дальнейшем Адаптированные под получение допусков Это обычно следующая ступень, более сложная Соответственно, у Рейнвелла есть полностью запас свойств Для того, чтобы перекрывать базовые международные спецификации Такие как АПИ, как Илсак Поэтому мы можем перекрыть любое Да, и самый главный вопрос Есть ли у вас допуски к китайским автопроизводителям И ко всем, не ко всем Они их не рисуют, братан Они просто разрешают Дело в том, что, как я уже говорил в начале Китайские производители ориентируются в большинстве своем На международные спецификации Соответственно, мы приходим к тому, что Китай Это больше все-таки про Азию Вот, это Илсак Это АПИ, СНСП И так далее Если брать отдельных звезд Где нужны требования европейских допусков Либо европейских спецификаций Там, соответственно, приходит на помощь Наша первая часть истории Завязанная на Германию Мы также полностью подходим Надо потанцевать Вечерний заезд на радио Шансон Добрый вечер, дорогие друзья Вечерний заезд И мы продолжаем разбираться с мазочными материалами Если у вас есть вопросы, задавайте 8 909 955 103 0 Это номер для ваших сообщений Либо набирайте в прямой эфир 223 55 50 У меня важный вопрос Давай Сейчас вот соберитесь все Нас четверо Все собрались Мы втянули в себя все лубриканты Собрались Значит, все мы знаем Что сейчас мир покоряют электромобили Что по маслам для электричек Серьезный подход Ну давай Это просто тест на юмор Что по маслам для электричек В чем-то разница Все, ладно Вот Электричке также нужны масла Куда она денется Вот Расскажи Расскажи Гарри удивлен, посмотри Дело в том, что На самом деле Электромобиль По различным Автохимии По смазочным материалам Не менее Требователен Чем обычный Автомобиль Но у них щуп есть Смотря где Вот У них Несколько В большем объеме Охлаждающая жидкость Антифриза Их сильно больше Чем в машине с ДВС Потому что у них Два контура Один идет На инвертор На мотор А второй идет На батарейку Как мы знаем Любой электромобиль На 70% Состоит из антифриза Ну может быть Не настолько Но прилично А дальше у нас Опять же До мотор Колес пока что Еще не доросли Поэтому Любой электромобиль Это мотор После которого Есть те или иные Зубчатые передачи Либо а-ля коробка Либо а-ля дифференциал Обычного нашего автомобиля Трансмиссионные масла Нужны и в нормальном количестве То есть даже электрички От вас никуда не денут Никуда Не уедут А куда они денутся По ниспадающей идем К гибридам Да Сейчас Популярны Гибриды Так называемые Параллельные Да Которые Собственно Не имеют Двигатель Внутреннего сгорания Не имеет связи С колесами И собственно Выступает Исключительно В роли генератора Для зарядки батареи Которые потом При помощи электромоторов Везут эту тачку вперед Есть какая-то Специфика Специфика В смазочных материалах Для таких моторов То есть Там Больше интервал Замена Или еще что-то На самом деле Нагрузки же вроде Поменьше На самом деле Интервал Вообще Работа этих гибридов Она не так проста Что Если мы возьмем Полный гибрид Где может мотор И подключаться К колесам Аля там Тойота Что мы берем Полностью Гибрид Где у нас Мотор работает Только на генератор В любом случае Это двигатель Который работает В очень жестком режиме Постоянных стартов И глушений Причем Он глушится И при этом Успевает подостыть Да Если большой объем батарейки И хорошо настроена Трансмиссия На рекуперацию То двигатель Работает В импульсном режиме Постоянный пуск Глушение Поэтому в первую очередь Это предпочтение К маслам Нулевых классов То есть 0W Чтобы при пуске Максимально быстро Масло прокачивалось Вот По большому счету Если брать Нашу линейку Рейнвэл 020 030 Это в первую очередь То что вот Идет в аналогичные машины Ну чаще всего На современном этапе Это вообще 020 Масла Быстрая прокачка Легкий пуск В том числе Из холодного состояния Конечно Блоки управления В большинстве этих моторов Не дают им остыть Совсем То есть там Где-то 20-30 градусов Плюс И мы уже повторно Заводимся Даже зимой Но это все равно Это не старт-стоп Где двигатель Был заглушен Всего там На несколько секунд И масло Даже стечь не успело А здесь практически Полное стекание масла В поддон Оно присутствует То есть Еще чаще Вероятнее Да? Нужно производить замену А может быть Наоборот Еще реже Мотор же не постоянно работает Нет Подожди Но у него условия Видишь Какие старт-стопы У него условия Постоянных пусков Поэтому вроде бы По моточасам То мотор работает На тот же пробег Поменьше Но с учетом того Что регулярно Вот эти вот Пусковые Все циклы Но при этом Например он не работает Когда ты стоишь На холостых оборотах Да? Вот ты там Едешь куда-то То есть ты проехал Там 10 тысяч километров Там все равно Простой в пробках Холодный запуск И так далее У гибрида Гибрида же такой проблемы нет Гибрида Как раз получаются Постоянные запуски Вы где-то Движетесь В пробках Он идет На чистой электротяге У вас там 20 минут Двигатель заглушен Это не как У обычного старт-стопа Вы постояли Минутку на светофоре А потом Получается Что за те же Там условные 10 тысяч километров Моточасов Будет там Ну в полтора Может быть Два рождения Но при этом Больше холодных пусков Песня Вернемся Вечерний заезд Добрый вечер Дорогие друзья Вечерний заезд У нас к сожалению Последний блок Если у вас остались Какие-то вопросы Задавайте их Алексею Юсаченкову Руководителем Службы техподдержки Компании Алейгрупп Леш, наверное Самый такой простой вопрос Который вот У всех лежит на поверхности Как часто надо Менять масло Потому что Кто-то Раньше из производителей Говорил 15 тысяч Кто-то говорил 10 тысяч Там не знаю По форумам Кто-то пишет Что там Раз в 10 дней Надо ехать масло Это прикольная тема Да Есть ли в процессе Замены масла Место для творчества Объясню То есть Тут же каждый Изобретает для себя Какой-то интервал Замены А особенно Когда Ну как бы Все гарантийные Вот эти вот истории Они куда-то улетучились Вместе с производителями А люди Ну как бы Начинают экспериментировать Применительно К маслу С вязкостями Вот в чем прикол Возможно ли Это дело Можно ли так делать Потому что Ну с шинами Да Можно же типа Размер подменять себе Ну там А-ля аналог Можно ли так же делать С маслом Или табу Только то что в книжке И все И никак иначе Ну с маслами С вязкостью Доиграться Сильно проще Чем с шинами Допустим Если Двадцатка Там 0 В20 Там 5 В20 Не допускается В двигатель А его залить Типа будем Экономить топливо То обычно Начинаем Экономить стружку В поддоне Вот И думать Куда ее девать К сожалению Здесь сильно Не поиграешься По интервалу Замены Здесь Это прям всегда Так Да Прости Ну как бы Не бывает Ниже чем прописано В книжке Лить нельзя Вот это аксиома А наоборот А выше Где-то в пределах На один летний класс То есть Если мы говорим О маслах Там 0.20 прописано То 0.30 И еще поэкспериментировать Где-то в жарком климате Можно Все что выше Снова собираем стружку В поддоне Нет Там чаще всего Турбина начинает Капризничать И говорит Ну что-то мне жарковато Вот Не успевает А потом просто взрывается Мы поняли Нет Она клинит Хорошо С вязкостью понятно С интервалами что С интервалами опять же Все достаточно весело Даже В прошлые времена Когда была гарантия Открываешь книжку Написано раз в 15 тысяч А потом есть сносочка Мелким шрифтом Если у вас тяжелые условия Эксплуатации То пожалуйста Раз в 7 с половиной Листаем следующую страничку Тяжелые условия эксплуатации Понимаешь Я пришел на стоянку Завел мотор своей машины И уже тяжелые условия У нас же Россия Холодные прогревы Все прочее Все прочее И понимаешь Что 15 тысяч Это несбыточная мечта Вот Если брать В среднем Какие-то бренды Давали Ну реально Пошире разбег И там тяжелые условия Это реально были Более-менее тяжелые Но у них И в книжке Интервал замены Максимальный Десяточка Все Вот Поэтому Если брать Интервал замены Любого масла Мое мнение Больше 10 тысяч Выкатывать Ну сильно не стоит Если у вас Конечно не исключительно Трассовый режим Что вы Заезжаете Только изредка В населенные пункты А так мотаетесь Между городами Не знаю Как какой-нибудь курьер Междугородный Как какой-нибудь я Я делаю только так И мы коснулись Темы того Что сейчас на рынке Много контрафакта Расскажи Где вы производите Масло Rainwell Гарантии Не знаю Что-то Как вы защищаетесь От подделок Ну в первую очередь Насколько вы прозрачны Для нас Ну достаточно Если брать С точки зрения Прозрачности Во-первых Это официальный бренд Официальная прописка В России То есть у бренда Есть официальный адрес Это компания Алея Групп Вот Соответственно Невременная регистрация Нормальная прописка Нормальная постоянная прописка Вот В отличии от параллельного импорта Когда непонятно кто привез Когда привез И сколько привезли Дальше Через несколько Вариантов посредников Это все прошло И уже История затерялась Поэтому Когда мы говорим О выборе смазочного материала Конечно Всегда лучше Ориентироваться На те бренды Которые приземлены здесь То есть Где Опять же За техподдержкой Им нужно не искать Какие-то там Аморфные форумы Кто что напишет А можно Возник вопрос Обратились непосредственно На горячую линию бренда И вам все Подсказали Как говорится Где приземлился Там и пригодился Да Фольклором сыплю Друзья Спасибо что были с нами Мы все вроде поняли Про Рейнвэл Можно брать Разобрались Да Ты берешь Обязательно И я беру Друзья Было клево Про машинки Как обычно Если у вас Какие-то вопросы В течение недели Возникают Но опять-таки Зачесалось Зазудело Покраснело В районе автомобиля Записывайте на бумажку Мы в следующий понедельник Вам обязательно вернемся И ответим сразу же На все вопросы А в следующем часе Вместе Собственно Костя будет отвечать На ваши вопросы На Выполнять ваши заявки Да Поздравительной частью Будем заниматься Ну и приветливой Соответственно Так же Да Вам спасибо огромное За компанию Было здорово Всем пока-пока Друзья До встречи Волнующих встреч Вечерний заезд С Игорем Сириным И Дмитрием Малыкиным